ГУСТАВ ЛЕБЕР РЕДУКАСИОМ СЕНТИМЕНТАЛЬ ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ГЛАВА ТРЕТЬЯ Прошло два месяца, и вот Фредерик, только утром приехавший в гостиницу на улице Цапли, первым делом решил сделать свой главный визит. Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рук принес ему сверток с бумагами и просил лично вручить их господину Домброзу, а к свертку была предложена незапечатанная записка, в которой он рекомендовал своего молодого земляка. Госпожу Моро это поручение как будто удивило, а Фредерик и виду не показал, насколько оно ему приятно. Господин Домброз был, собственно, графом Домброзом. Но с 1825 года, изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности. Он умел проведать обо всем, что творится в любой конторе, принимал участие в любом предприятии, подстерегал всякий благоприятный случай и, хитрый, как грек, трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние. Кроме того, он был кавалером почетного легиона, членом генерального совета в департаменте ОБЫ, депутатом и не сегодня-завтра станет, конечно, пэром Франции. Будучи человеком услужливым, он надоедал министру беспрестанными просьбами о пособиях, орденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся в сторону левого центра. Его жена, хорошенькая госпожа Домбрюс, имя которой встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместия и давала повод думать, будто господин Домбрюс еще может исправиться и быть полезным. Молодой человек, собираясь к ним, волновался. — Лучше было бы надеть фраг. Меня, наверное, пригласят на бал на следующей неделе. Что-то мне скажут. Мысль о том, что господин Домбрюс всего-навсего буржуа, вернула ему прежнюю уверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу. Толкнув створку ворот, он прошел двор, поднялся по ступенькам подъезда и вступил в вестибюль, где пол был выложен пестрым мрамором. Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутями, подымалась между высоких стен, отделанных под мрамор. Внизу стояло банановое дерево, широкие листья которого касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары. Через открытый отдушины колорифера проникал тяжелый нагретый воздух. Слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием. Раздался звонок. Появился лакей и провел Фредерико в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Господин Домбреус писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты. Он пробежал письмо дядюшке Рокко, вскрыл перочинным ножом холст, в котором были зашиты бумаги, и стал просматривать их. Тонкий и стройный, он издали мог бы сойти из-за человека еще молодого, но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное необычайно бледное лицо говорили о расшатанном здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые. Наконец он встал и задал молодому человеку несколько вопросов об общих знакомых и о ножане, о его занятиях. Потом легким поклоном дал понять, что не задерживает посетителя. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев. Перед поездом стояла синяя двухместная карета, запряженная вороной лошадью. Дверцу открыли, и в экипаж села дама, он с глухим стуком покатил по песку. Фредерик оказался у ворот, которым подошел с другой стороны в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широкий, ему пришлось пропустить экипаж. Молодая женщина, выснувшись в окошко, что-то тихо сказала привратнику. Фредерик видел ее со спины и не разглядел ничего, кроме фиолетовой накидки. Дама тут же скрылась внутри кареты, обитой голубым репсом, с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собой ее наряд, и с этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела затумбу, и все скрылось. Фредерик возвращался пешком по бульварам. Он жалел, что не мог разглядеть госпожу Домбрюс. Миновав улицу Мон-Мартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо перед собой, прочитал надпись на мраморной доске. Жак Арну. Как это он раньше не подумал о ней? Во всем виноват Деларье. Фредерик направился к лавке, однако не вошел, он ждал, не появится ли госпожа Арну. За большими зеркальными окнами были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера художественной промышленности, а условия подписки были воспроизведены на двери, украшенные посередине инициалами издателя. Вдоль стен стояли большие картины, блестевшие лаком. В глубине находились две горки с фарфором, бронзой, с облазнительными и занятными вещицами. Там же начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху у входа на площадку. Люстра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему заведению вид скорее гостиной, чем магазина. Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел. Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяина не будет в магазине до пяти часов, но поручение можно передать. «Нет, я зайду еще», — скромно ответил Фредерик. В следующие дни он занялся поисками квартиры. Свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже мебелированных комнат на улице Советого Геоцинта. С новеньким бюваром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, устроенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом. По бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа. Стояли такая же кафедра, царила та же скука. Целых две недели Фредерик ходил сюда, но не успели студенты дойти до третьей статьи, как он бросил гражданский кодекс, а с институциями расстался на сумма дивизио персонарум. Радости, на которые он надеялся, не приходили. И вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев лувр и, несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность. Тысячи мелочей, до сих пор ему неизвестных, усугубляли его тоску. Фредерику приходилось отдавать в стирку белье и терпеть присутствие привратника, невеже, с повадками больничного служителя, от которого так и несло алкоголем, когда он, ворча, являлся по утрам, чтобы оправить постель. Да и самая комната, украшенная алебастровыми часами, не нравилась Фредерику. Стены были тонкие, он слышал, как студенты варят пунш, смеются и поют. Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей, Батиста Мартинона, и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, у горящего камина, где тот зубрил судопроизводство. Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки. Мартинон был, что называется, красавец мужчина. Высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами на выкате. Его отец, крупный землевладелец, предназначал сына для судейской карьеры, и Мартинон, желая казаться солидным, уже отпустил окладистую бороду. Так как уныние Фредерика не имело никакой серьезной причины, его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейные полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, наслаждался любовью простой мастерицы и считал себя вполне счастливым. «Что это за счастье?» — мысленно воскликнул Фредерик. В университете же он завел другое знакомство с господином Де Сизи, отпрыском знатного рода, приятностью манер, напоминавшим девицу. Господин Де Сизи рисовал, увлекался готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться храмом Сен-Шапель и собором Богоматери. Но за изысканностью молодого Патриция скрывался ум самый убогий. Все поражало его. Он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наимность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он просто глуп. И так излить душу было некому, и он все еще ждал приглашения от Домброзов. На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего. Фредерик опять зашел в художественную промышленность. Он зашел туда и в третий раз, и застал, наконец, Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон. Фредерико это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней. Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, да порезче, чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, скованной боязнью неудачи. Над магазином Арну во втором этаже было три окна, где по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна, ее тень. Он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень. Как-то раз в Тюэлери ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку. Она напомнила ему негритянку госпожи Арну. Марии, должно быть, тоже бывают здесь. И всякий раз, как он проходил через Тюэлери, сердце его билось при мысли, что он увидит ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских полей. Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развивавшимися от ветра вуалями. Мерно двигались лошади. Блестящая кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше. Начиная от круглой площадки, они замедляли ход и запружали всю дорогу. Грива к гриве, фонарь к фонарю, стальные стремена, серебряные уздечки, медные пряжки выделялись блестящими точками среди мелькания рейтуз, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Фредерик чувствовал себя словно затерянным среди чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили лишь за женскими головками, и даже смутное сходство вызывало в его памяти госпожу Арну. Он представлял себе ее среди толпы других в одной из маленьких карет, похожих на карету госпожи Домбрёз. Но солнце заходило, холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки-воротники, колеса вертелись быстрее, и под ними шелестела Макадамовая мостовая. Экипажи мчались по длинной аллее, задевая, обгоняя друг друга, а потом на площади Согласия разъезжались в разные стороны. За эти аллеи небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива. Вершины их еще ли ловели. Зажигались газовые рожки, а сено, зеленоватое на всем своем протяжении, покрывалось у опор мостов серебристой рябью. Фредерик ходил обедать по абонементу за 43 Су в ресторан на улице Лагарпа. Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шляпы, висевшие на стене. Его окружались студенты, такие же, как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое ему дело до профессоров? И разве у него есть любовница? Избегая их веселого общества, он приходил как можно позже. На столах еще не были убраны объедки. Оба лакея усталые дремали в углу. Запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату. Потом он медленно возвращался. Покачивались фонари. В лужах дрожали длинные желтоватые оцветы. По тротуарам скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно. Опускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный, сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу. Дали себя знать угрызения совести. Фредерик опять стал ходить на лекции. Но он так много их пропустил, что даже самые простые вещи затрудняли его. Он начал писать роман под заглавием «Сильвио, сын рыбака». Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней госпожа Арну. Называлась она Антония. И чтобы овладеть ею, он убивал нескольких дворян, сжигал часть города и пел под ее балконом на бульваре Монмартр, где разбивались от дуновения ветерка красные штофные занавески. Слишком частые совпадения с действительностью смутили его, когда он их заметил. Он не стал продолжать романа и окончательно предался праздности. Он стал умолять Деларье приехать и поселиться вместе с ним. Они сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание. Все лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Деларье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля. Сенекаль был учитель математики, человек большого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жуст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит так и не был ему отдан. Больше он туда не пошел. Фредерику захотелось повеселиться. Он стал ходить на балы в оперу. Не успевал он войти, как это бурное оживление обдавало его холодом. К тому же его удерживали и опасения меркантильного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и представляет собой рискованное похождение. А между тем ему казалось, что его должны любить. Порой он просыпался, полный надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, завидев женщину, ушедшую впереди него или ему навстречу, он говорил себе «Вот она!» И каждый раз это было новое разочарование. Мысль о госпоже Арну еще усиливала его вожделение. Он, может быть, встретит ее на своем пути. Мечтая приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет. Одни протекали также томительно однообразно в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами Адеона, ходил в кафе читать «Ревью де Демонт», заходил на час в какую-нибудь аудиторию французского коллежа послушать лекцию о китайском языке или о политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с господином Десиди. Он взял напрокат рояль и стал сочинять вальсы в немецком духе. Однажды вечером в театре Палео-Рояль он заметил в одной из литерных лож орну и рядом с ним женщину. Она ли это? Экран из зеленой тофты на барьере ложи закрывал ее лицо. Наконец занавес поднялся, экран убрали. Это была особо высокого роста, лет тридцати, уже поблегшая, с толстыми губами. Когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамильярно разговаривала с Орну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез веками, и села между ними. Теперь Орну склонился к ее плечу, что-то ей говорил. Она слушала и не отвечала. Фредерик изощрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими, отложенными воротничками. Когда представление окончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Орну медленно спускался по лестнице впереди него, держа под руку обеих женщин. Вдруг на него упал свет газового рожка. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в художественную промышленность, наскоро выбрал одну из гравюр, выставленных в витрине, и, расплачиваясь, просил приказчика, как чувствует себя господин Орну. Приказчик ответил превосходно. Фредерик бледнее задал второй вопрос. А госпожа Орну? Госпожа Орну тоже. Фредерик забыл взять гравюру. Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо. Он стал готовиться к экзаменам и, выдержав их посредственно, сразу же уехал в Нажан. В Труа к своему другу он не наведался, чтобы избежать замечаний матери. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Он уже не надеялся на приглашение к Домбрёзам. Великая страсть к госпоже Орну начала угасать.